С 21 января правительством приняты изменения, которые содержатся в постановлении номер 39. И основными моментами данного постановления являются следующие. В первую очередь расширен перечень работ, на которые будут направляться средства местных бюджетов и средства от внесения гражданами на капитальный ремонт. В частности, постановлением установлена возможность выполнять работы по переходу от печного или газового индивидуального отопления и горячего водоснабжения на электрическое, а также ремонта или устройства систем дымоудаления. Появится возможность устройства рециркуляции внутридумовой системы горячего водоснабжения. То есть будут решаться вопросы ненадлежащего качества горячего водоснабжения. Кроме того, предусмотрена возможность внедрения устройства дистанционного съема показаний с приборов учета воды, газа, тепла. Также предусмотрена возможность устройства в многоквартирных жилых домах лоджий при отсутствии технической возможности ремонта балконов. Постановлением предусмотрено в части организации деятельности товарищей собственников проведение капитального ремонта этих организаций в государственных программах в случае, если товарищества собственников вносили и вносят плату за капитальный ремонт. Кроме того, новшеством в постановлении является то, что постановление содержит порядок расчета необходимых средств к внесению товарищей собственников в случае, если на протяжении всей эксплуатации, либо какое-то определенное время данные средства на счета местных бюджетов не вносились. На сегодняшний день при планировании капитального ремонта собственники фактически могут принимать участие в принятии тех или иных решений по выполнению работ по капитальному ремонту их жилого дома. На сегодняшний день постановлением исключена возможность ввода жилого дома в эксплуатацию после проведения отдельных комплексов и предусмотрено, что ввод в эксплуатацию осуществляется после всего комплекса работ, включенных в проектную документацию.